Очередную свою точилку с комароха я сделал из советских диодных столбов КЦ109А, внешняя оболочка которого представляет собой керамическую трубку, причем отменного качества. Но работают им, как правило, на весу, просто держа диод за один край в руках, а это небезопасно и при правке ножа очень легко порезать им руки. Перепишите его название, оно вам еще пригодится. А чтобы сделать заточку безопасной для ваших пальцев, я решил сделать специальную подставку по типу хорошо известной точилки, атлантские. Для ее изготовления я взял деревянный брусок, для эстетики его нужно будет зашкурить и убрать все острые грани. Я это сделал на барабане с наждачной шкуркой, сделать такой барабан вы можете сами, перейдя по ссылке в описании под этим видео. Дальше с диодов нужно срезать металлические ножки и разметить их расположение на точилке. Я сделал два варианта, это 18 и 25 градусов. А хранить диоды удобно в этом же бруске, сделав специальную крышечку для заглушки и просверлив в торце отверстия по диаметру чуть больше диаметра диодов. Такого длинного сверла по дереву у меня не нашлось, и я рассверлил отверстие более длинным сверлом по металлу, держа его за хвостовик струбциной. А теперь самое главное, отверстие под диоды нужно просверлить строго под заданным углом. Угол я измерял смартфоном и просверлил просто вручную, без сверлильного станка. Точность в градусах получилась вполне приемлемая, а минуты в данном случае существенной роли не играют. Заметьте, как устроена крышка точилки, ее ось смещена немного вверх относительно центра, что позволяет доставать трубки поочередно, так меньше риска, что они обе вылетят и разобьются. А теперь давайте приступим к испытаниям. В процессе заточки нож нужно держать строго, вертикально. В этом случае угол останется постоянным, но вы можете выбрать, какой из них подходит для вашего ножа более острый или более тупой. Делается такая точилка очень просто и по времени занимает не более часа. Керамика снимает металл довольно агрессивно и вскоре на ней появляются черные полоски от металла после заточки. Но почистить их достаточно просто. Нужно взять наждачную бумагу не сильно крупной абразивности и через минуту ваши диоды снова станут белые и красивые. Конечно, такую точилку можно купить уже готовую, но стоит она дорого, а вещь сделанная своими руками, хранит тепло ваших рук и пользоваться ей всегда приятно. Смотрите и другие мои видео. А если эта идея была вам полезна, проголосуйте за нее лайком и оставьте ваш комментарий или просто поставьте плюсик. Спасибо друзья и до встречи в комментариях. Субтитры сделал DimaTorzok